Детские площадки, зоны отдыха, полисады. Окружной конкурс по благоустройству поддержали сотни горожан, по-настоящему любящих муром. В нем приняли участие городские предприятия, организации и школы, жители многоквартирных домов и частного сектора. О том, чем порадовал в рамках конкурса своих воспитанников детский сад номер 54, в нашем сюжете. В гостях у сказки. В чешуе, как жар горя, 33 богатыря, рослые статные стоят, как на подбор. Затенется белка с лукавым прищуром, грызет золотые орешки. Взволнованная сестрица Аленушка пытается уберечь младшего братца от необдуманного поступка. На радость малышам и взрослым в детском саду номер 54 ожила сказка. Очень много персонажей из сказок Пушкина. Ребенку очень нравится. Ходит с удовольствием в детский сад. Ярко, красиво. Это как раз те сказки, которые мы читаем перед сном. Там, где слышен детский смех, всегда должно быть место для чуда, считают педагоги дошкольного образования. Более десятка персонажей из самых любимых русских народных сказок и произведений Александра Сергеевича Пушкина уютно расположились в тенистой зелени. Благодаря творческой фантазии, умелым рукам наших педагогов и поддержке родителей появились сказочные уголки на территории детского сада. Большую помощь оказали акции, проводимые управлением образованием «Папа может» и «Мама может все», в рамках которых и были изготовлены малоархитектурные формы. Родители работали с энтузиазмом, эскизы переносили на листы фанеры, вырезали и раскрашивали, добротно вкапывали в землю, чтобы сказочные островки стали абсолютно безопасными для малышни. Откликаюсь на любую просьбу руководителей и воспитателей детского сада и с удовольствием раскрашивали всех персонажей, представленных здесь на площадке. Общие интересы всегда объединяют и еще неизвестно, кто больше получил удовольствие от совместного труда – дети или их папа и мамы. Детский сад номер 54 вошел в число 15. Это было финалистов окружного конкурса по благоустройству с любовью к Мурому, победители которого определятся уже на следующей неделе. Елена Петрова, Николай Малоденов, Новости Муром.